Большое спасибо, Светлана Анатольевна, Георгий Иванович. И действительно, переход к новому лечению сарком – это, наверное, порядок исключения, потому что нового действительно очень мало в лечении сарком. Есть нововведения, которые мы обсудим сейчас более подробно. Для начала всё равно хотел бы привести общую характеристику данной группы заболевания, и мы понимаем, что излюбленными локализациями в сарком являются конечности. Это большая часть, 3 к 1 – это будут нижние конечности. На голове и шее они гораздо реже локализуются. Туловище из-за брюшинного пространства поражено в 31% случаев, а из этого половина – забрюшинное новообразование. Когда мы говорим о саркомах, чем мы ассоциируем данное заболевание? Это, естественно, огромное количество гистологических подтипов. Об этом нам подробно рассказал Артём Борисович, и большое ему спасибо. Сама ассоциация с саркома – это с упорным рецидивированием. Течение заболевания зависит от гистологического подтипа, степени злокачественности, безусловно. И мы помним то, что это опухоль, характеризующаяся гематогенным метастазированием. Притом, в 90% случаев наблюдается данный путь метастазирования, и в 10% случаев для определенных гистологических подтипов сарком характерно именно лимфогенное метастазирование. Всего 1% опухолей – это редкая опухоль, но больше 150 подтипов из каждой новой классификации, нет сомнений, будет появляться все больше подтипов, все больше точек приложения различного лечения, которые позволят, возможно, нам улучшить характер выживаемости после проведенного объема. Итак, мы понимаем, что из-за этой гетерогенности группы опухолей мы определяем дальнейшую тактику и объем лечения в зависимости от морфологического подтипа и стадии. То есть сам морфологический подтип изначально определит нашу тактику. И где-то мы начнем с системного лечения, где-то сразу же с хирургией, она может являться единственным методом в ряде случаев. И, естественно, в большинстве случаев мы прибегнем к комплексному лечению. Опять-таки, на это окажет влияние большое количество различных факторов. Остановлюсь на месте хирурга в лечении сарком мягких тканей, и сегодня мы будем говорить о чем-то новом. Итак, самостоятельным методом лечения хирургия является только для первой стадии, для опухолей низкой степени злокачественности, и то в тех случаях, когда мы достигаем отрицательного края резекции. В случае положительного края резекции, естественно, либо встает вопрос о повторном иссечении, либо о проведении адюбантной лучевой терапии. Когда же мы переходим ко второй-третьей стадии, о резектабельных формах, то, естественно, встает вопрос о функциональном статусе. Функциональный статус, который мы предполагаем после истечения первичного новообразования, влияет и на выбор тактики лечения. Когда речь идет о благоприятном функциональном статусе, опять в первую очередь выходят хирургические методы. Однако обратите внимание на такое большое количество или в вариантах лечения. Не в таком количестве, наверное, в саркомах мы наблюдаем самые разнообразные варианты лечения уже начиная со второй стадии. Или, или, или. Очень много вариантов. И действительно, это сложная опухоль, которая лечится комплексно. Когда мы говорим о неблагоприятных функциональных результатах, то здесь разброс по вариантам лечения еще выше, и в первые ряды выходит химиотерапия с лучевой терапией. И при возможном рестадировании после успешного проведения неодевантного лечения мы опять вернемся к хирургическим вопросам, что и отражено в международных рекомендациях, и в частности, я ссылаюсь на рекомендации противоракового комитета США. Когда речь идет о запрешенных новообразованиях, в первую очередь влияет резиктабельность. Если она резиктабельна, и если это верифицированная саркома без уточнения дополнительного морфологического потипа, опять с уточнением в виде или в виде какого-то предоперационной, в виде, может быть, какой-то предоперационной опции, мы все равно прибегнем к хирургическому лечению. В данном случае это основной вариант лечения для данной группы опухолей. Тот постулат, который мы сегодня уже не первый раз вспоминали, это только мудисциплинарный подход и только в рамках референсного центра. Почему хирурги стоят на вершине этой звезды? Потому что именно к хирургам обращаются первичные пациенты. И на самом деле это ключевой этап в установке диагноза и дальнейшей тактики. И, естественно, нам никуда не обойтись без специалистов лучевой диагностики, патологов, притом только опытных патологов, радиологов, химиотерапевтов. И, естественно, все наше лечение основывается на данных фундаментальных исследований. Принципы хирургического лечения принципиально не менялись многие годы. Это, естественно, выполнение радикального оперативного пособия, так называемой R0-резекции. Притом, что изменилось в последние годы, в последние, я бы сказал, десятилетия, объем удаляемых тканей при радикальной резекции индивидуален. И зависит от взаимоотношения опухоли с критическими окружающими структурами, может быть, естественно, изменен в сторону более благоприятного функционального результата, чем в сторону компартментных или анатомических резекций, которые в настоящее время уже перестали являться золотым стандартом. N-блок резекция с биопсийным каналом, если это выполнимо, конечно же, должна выполняться. Установка металлических клипс в ложе опухоли может нам помочь в навигации для последующей лучевой терапии. И, естественно, установка этой ножа также должна быть с учетом возможной резекции и возникновения возможного рецидива. Эволюция сарком костей в 50-е годы, естественно, это только ампутационная хирургия, начало лучевой терапии и, естественно, низкие показатели пятилетней выживаемости. Обратите внимание, как изменились эти цифры, как изменились эти данные с появлением современных методик, как хирургических, но и в первую очередь в связи с появлением эффективных препаратов системного лечения, эффективной химиотерапии. В настоящее время конечность, сохраняющая операция, выполняется не менее чем в 80% случаев. И пятилетняя выживаемость в настоящее время у больных, которые страдают данной группой агрессивной опухоли, составляет не менее 75%. И опять-таки очень важна комбинированная тактика, когда мы говорим о хирургическом этапе, мы уже подразумеваем автоматически лучевую терапию, потому что только в первой стадии хирургия несет самостоятельную роль. В плане края резекции те постулаты, которые были предложены Энакингом, они практически не изменились. И в настоящее время выделяют четыре типа операций. Это цитроэндуктивная операция, краевые сечения, широкие сечения и фудлярно-фасциальные сечения, значение которых значительно уменьшилось за последнее время. Для костей принципиально те же самые принципы. Естественно, уход от ампутационной хирургии. Когда речь идет о данном типе операций, мы понимаем, что на выживаемость влияет морфология, биологический потенциал опухоли непосредственно, края резекции. Но основной тренд 21 века – это не только выживаемость пациента, но и функциональный результат, качество жизни пациентов. И вариант реконструкции имеет огромное значение. И имея современные методики, современные хирургические техники, у нас уже все реже встает вопрос о том, можно ли резицировать данную опухоль. Скорее вопрос реконструкции. Все ли можно заместить в настоящее время? Действительно, те успехи в реконструкциях костей, они просто поражают. И мы можем использовать как аллографные методики, аутографные методики, различные композитные комбинации. Мы можем использовать, если речь идет об эндопротезировании, модульные системы. Так индивидуальное эндопротезирование, которое может быть как станочным кастом-мейд, так и 3D-принтинговые технологии просто завоевывают рынок. Об этом расскажу отдельно. Возможно, реконструкция не только костей, но и мягких тканей, различными синтетическими протезами, использованием собственных тканей в комбинации с синтетическими протезами, которые позволяют нам достичь оптимального функционального результата. И возможны реконструкции, естественно, не только костей, привычной реконструкции костей, но и мягких тканей, как с использованием, как на данном слайде представлено, синтетической трубки, которая позволила заместить дефекты мягких тканей связочного аппарата, так и различные мышечные реконструкции, позволяющие нам добиться оптимального функционального результата. Естественно, возможны реконструкции не только костей и мягких тканей, но и сосудов. Но в этом, по сути, тоже нет ничего нового. Эти методики применялись, но мы раньше скорее прибегли бы к ампутации, нежели старались сохранить конечность при таком распространении, при вмуровывании магистральных сосудов. Но, опять-таки, с учетом, что у нас поменялось представление, в том числе об оптимальных краях резекции, которые должны быть в первую очередь радикальными, мы можем реконструировать и сосудистые структуры, как представлено на данном слайде, в данном слайде использована аутовена в данном случае. И есть случаи, когда мы можем прибегнуть, как и консульции, и костей, и мягких тканей, и сосудов, как в представленном слайде. Таким образом, у хирурга сейчас полностью развязаны руки в плане реконструкции, в плане резекции. Мы можем спасать конечность тех случаев, когда это раньше было невозможно. И что нового-то все-таки, вернусь к первичному вопросу. Обратите внимание, насколько растет популярность 3D-принтинговых технологий, начиная с 2012 года. Это просто бум 3D-принтинга и использование его в первую очередь в медицине. И использование 3D-принтинга ассоциировано с использованием селектированного лазерного плавления. Это действительно новаторская технология, которая позволяет нам из сложных математических моделей спроектировать практически все, что угодно. Притом, это могут быть мельчайшие конструкции, индивидуальные конструкции. Это действительно открыло новые горизонты в замещении дефектов. И если раньше 3D-технологии использовались больше в планировании, в составлении моделей, как виртуальных, так и пластиковых моделей, то в настоящее время мы используем эти модели интероперационно и используем различные 3D-импланты для реконструкции. Естественно, в первую очередь это ортопедические задачи. Изначально 3D-принтинг применялся в ортопедических клиниках, и в настоящее время в крупных учреждениях без него невозможна работа. Здесь представлены случаи, когда он помогал спланировать операцию, смоделировать возможный протез и возможный имплант вне раны для того, чтобы применить его и быстро установить во время операции. В настоящее же время 3D-принтинг позволяет воплотить самые невероятные смелые идеи от мелких костей запястья, так и длинные диафизарные эффекты, захватывающие два сустава и, конечно же, массивные тазовые реконструкции. И мы имеем большой опыт от путешествия, от проекта к изделию, когда мы изначально стегментируем данные КТ, составляем визуальную анатомическую модель. Естественно, эта работа невозможна без биоинженеров. И уже на данных моделях мы проектируем объем резекции, и дальше планируется изготовление индивидуального импланта. Это даже выглядит фантастически совершенно. Но и мы наблюдаем, конечно, фантастические модели, которые уже на выходе имеем, которые мы можем имплантировать пациенту. Это действительно очень творческие процессы. Начинается все с карандаша и бумаги, а потом заканчивается уже моделями. Это уже второе поколение, в частности, моделей лучезапястного сустава. Есть и третье поколение, которое сейчас мы патентуем. И это позволяет добиться лучшего функционального результата. ТД-модели мы также используем. Различные модели направителей, в частности, для резекции таза. И к чему это приводит? Это приводит к совершенно замечательному функциональному результату. И в данном случае речь идет о состоянии после резекции кости таза под хонеросаркомы, промежуточного характера, злокачественности. И посмотрите на функциональный результат. Для пациента, у которого отсутствует половина таза, и тазобедренный сустав замещен в конструкции, это просто, на самом деле, впечатляет. Он может без опоры ходить по лестнице. И это действительно то, что принесли современные технологии на лечение сарком. В отношении рецидивов частота также в последние годы не меняется. Она барьирует в зависимости от различных морфологических характеристик опухоли, так и характера проведенного лечения. Различные шкалы были предложены для прогнозирования локального рецидива, но, однако, в конечном итоге ни одна из них не была валидирована, потому что редкость опухоли зачастую не позволяет провести рандомизированные исследования. И когда мы говорим о рецидиве, то по большому счету локальный рецидив соответствует протоколу лечения первичной опухоли. Локальный рецидив не является настолько неблагоприятным фактором прогноза, который бы значительно ужесточил лечение и ужесточил отношение к данному случаю. Например, вариантом выбора в данном случае не будет ампутация, как это было раньше. И изолированная геонарная химиоперфузия для распространенных нерезиктабельных формах в настоящее время также имеет место быть, но, естественно, в более ограниченном количестве случаев, когда речь идет только как альтернатива ампутации. И в настоящее время в связи с прорывом в этапах реабилитации после калечащих операций у нас действительно намного улучшились функциональные результаты для данной группы пациентов. И калечащая операция не настолько калечащая в настоящее время, как раньше. И мы можем адаптировать пациентов к нормальной жизни, к высокому функциональному результату. Поэтому об этой операции не надо забывать. И в ряде случаев также необходимо, естественно. И когда мы говорим, опять-таки, о проблемах в лечении сарком, все рекомендации, которые мы цитируем, те постулаты, которые изложены в отзывской классификации, они рушатся нами же, специалистами и организацией здравоохранения в каждой стране. Это и организационные проблемы, экономические проблемы. И, естественно, недопонимание пациента и эта комплоентность пациентов также влияет на вероятность раннего выявления рецидива и выявления первичной опухоли. И УПС-хирургия – это официальный термин. Также имеет место быть, когда неопытный хирург или хирург, который не разбирается в данной патологии, по ошибке оперирует саркому. Естественно, мы говорим о локальных рецидивах в дальнейшем, неадекватную диагностику, неадекватное стадирование, неадекватное последующее лечение. И на чем бы я хотел бы закончить свой короткий доклад? О том, что, пользуясь опытом наших иностранных коллег, когда у нас есть подозрения на саркому, когда эта опухоль больше 4 см, больше, чем мячик для гольфа, если она увеличивается в размерах, если она находится под мышечной фасцей, для детей необходимо срочно трезвуковое исследование, в последующем отправление в референсный центр. Для взрослых это также необходимо. И чем быстрее пациент, потенциально саркому попадет в референсный центр, тем лучше будут, естественно, отдаленные результаты. И 21 век в данном случае может быть помощью для нас. Потому что наши коллеги, я обращаюсь именно к вам, не стесняйтесь обращаться в рамках телемедицины. Это бесплатно, это быстро, это на самом деле удобно. Кроме телемедицины, если она не реализована в вашем регионе, мы всегда рады помочь личным контактам, мы всегда их оставляем в конце наших мероприятий, мы всегда готовы помочь и всегда за действительно мультидисциплинарный подход в рамках нашей страны и для всех наших граждан. Большое спасибо за внимание. Если у вас будут вопросы, я с радостью на них отвечу.